Их нарушали. Было 12-го. Так, было 16-го. Было 16-го. Было 16-го. Да, было 16-го, правильно. Потому что в 9.30 за нами приехал сервис. И в полтора часа мы ездили, собирали детей. И сегодня первый день так. Получилось, так как адреса не знали. Я надеюсь, завтра уже будет получше. Потому что полтора часа сидеть в машине. Дети просто на востор не будут. Приехали в садик. Дети сели в них. Ну, как бы, должен был быть завтрак. Когда получился у них уже как перекус. Но тем лучше для моих детей. Потому что мы завтракаем очень плотно. И в садике они практически не едят на завтраке. На завтраке. Сейчас сели они кушать. Олегки, огурчики, там, былочки и так далее. И я быстренько ушла. Сейчас еду в торговый центр. И начну оснащику посмотреть туфли. Я люблю, чтобы все заранее было приобретено. Тогда начнется сезон, чтобы попу раненые бегать и искать. Чтобы заранее все было у нас готово. Я хочу такие туфлики. Которые и под джинсики, и под хорошие, и под штанишки. Под холодильники. Это мужские. Не кроссовки. Спортивная обувь. Не хочу. Спортивная обувь здесь продается везде. Вот я уже приехала. Торговый центр расположен на двух сторонах. На этой стороне магазины. И на той стороне. Его просто полностью обойти за один день нереально. Там мост. Два моста здесь. И там тоже магазины. Я ищу. Мне нужен бойнер. Он, оказывается, на той стороне. Но здесь зайду я в Котом. Посмотрю своим малышам что-нибудь. Если здесь детское есть. Надо достать свою маску. Зашла в Котон. Честно сказать, вообще выбрана нет. Я не знаю, почему в последнее время в Котоне такой ужасный ассортимент. Ничего нет нового. Все старье какое-то. Или я уже придираюсь. Раньше в Котон заходишь и натуральные ткани были. Хлопок. А сейчас очень много синтетики. Очень много. Хорошо, что детская одежда остается еще в основном натуральной. В последний раз мы с Зулей были. Я делала покупки в Котоне. Очень хорошее все. Я выбрала себе натуральное. А вот последние 2-3 недели захожу. Синтетика. 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 В принципе, я могу и оттуда взять, но опять ждать 2-3 недели. Вот это меня смущает. Здесь у нас что? Здесь у нас еда. Еда мне не нужна. Моих детей здесь не хватает. Птички гуляют. Смотрите, да? Так, мне нужно вон туда вниз. Как туда попасть? Это мне опять круг надо делать, да? Весело. Ой, зайду-ка себе вот в этот магазин. Бэйби китс. Ширин. Посмотрим, что у нас тут есть. А, ну это, по-моему, для совсем маленьких. Хотя, не знаю, посмотрим. Ой, да такая красота. Так. 50 лир. 2 штуки. Это недорого. Это средняя нормальная цена. Так. Неужели здесь все для самых мастер? А, нет, есть для постарше. И игрушки есть. Туфельки, ну такие. Типа того, что у нас в прошлом году Аслан зимой носил. Кстати, они у нас хорошего такого качества и до сих пор целые. Так. Для девочек. Это колхозный костюмчик. Платье. Сколько оно стоит. Непонятная какая-то цена. Ой, такая косята. 150 лир. Вот такой костюмчик. Штанишки. Жилетка и кофточка тут с рукавами. Очень хорошая штучка. Вот еще такое есть. 180. Здесь шортики почему-то. Ну, видимо, с колготочками носить. Жакеточки. Ну, мне что не нравится? Вот это вот искусственный вот этот вот пух. Мех. Так. На мою осень нулю что-нибудь есть интересное. 50 лир. Вот свитерочек обычный. Дорого для свитера вот такого. Сейчас я посмотрю. Интересная курточка вот такую. Можно Асланчику взять. Ну, только она тоненькая. Так показалось, что толстая. Чё кин джеймиш колынки беду? Ну, гэзик ё. Тоненькая такая. Бираза колын. Вещай вам? Да. Зашла в магазин Эббек. Я очень люблю этот магазин. И первое время только в нём и делала покупки своим детям. Хороший выбор. Все ткани в основном натуральные. Какое платье красивое. 70 лир всего лишь. Ой, мне, конечно, платье мать это всё не нужно. Для маленьких совсем детей здесь очень много всего. Ну, например, красивый костюмчик, шортики и футболочка 60 лир. На следующий год, в принципе, можно взять Асланчику. Рубашка и шортики. Ткани натуральные. Сколько? 70 лир. Вот такие вещи, честно скажу, я не люблю на мальчиках. Вот это вот. Ну, кому, кому как. Я люблю вот такие костюмчики. Рубашка, чтобы более такая свободная была. Вот такие костюмчики люблю. Футболочка с шортиками. Это, например, у нас стоит 70 лир. Ну, обувь здесь простецкая. Обувь надо брать в хорошем магазине. Обувь я ещё ни в одном магазине здесь нормальную пока не увидела. Ну, такие во дворе побегать. Ну, такие можно взять. Во дворе в садике бегать. Жёлтенькие. Сейчас я посмотрю. Не устаю повторять суровые турецкие пупсы. Хочу, Зихрашки, мягкую игрушку взять. Вот барашика, что ли, взять. Барашика у нас нет. Тё-тё-тёсь. Пусть будет барашик, наверное. Я решила купить самый простой горшок, который здесь есть. Посмотрим, может, на него сядут. И заодно посмотрела цены на наши бутылочки для воды. 90 лир. 900 рублей. Нифига себе. У нас предыдущие наподобие вот такое были. Круто, что я там взяла, не знаю. Одежды особо не взяла, нет. Я брала по минимуму то, что нужно именно. Бодики. В основном бодики взяла. Пойду на кассу. Иду, иду, иду я. Оказывается, в магазин Вайкики мне нужен Вайкики тоже. Я хочу поменять два свитерочка, две кофточки. Свитшота точнее, которые я купила Асланчику. Они просто огромного размера, хотя я купила его размер. А мне нужно на ту сторону. Вот с такими двумя баулами. Вроде по мелочи, по мелочи. Убирала я все, что я купила детям. Это, знаете, бодики, пижамки, вот такое все. А в выходную одежду практически ничего не купила. Нет. Но самое главное, я купила горшок еще один. Потому что у них дома вечная война за этот горшок. Не из-за того, что они так умирают, хотят на горшке сидеть, свои дела делать. Нет. Если один садится, то второму обязательно нужен этот горшок. Особенно Асланчик. Если хорошо на него садится, у него прям истерика начинает. Ну, а то он и Аслан. Пока я в лифт. Мои хорошие, я дома. Я успела еще в продуктовый сходить. Сейчас я быстренько покажу, что я купила. Думаю, я там в кадре не нужна буду. Сейчас быстренько покажу. Да-да-да. Вот такой паровозик купила я своему сыну. По ценам не скажу. Потому что цену... Чек мне прислали в электронном виде. Сейчас я его не могу посмотреть. Если не забуду, цены выложу. Но, скорее всего, моя голова забудет. Вот такой паровозик. Я люблю с вами детей баловать игрушками. Азифрашки мягкие игрушки взяла. В последнее время замечаю, что в садике она увлекается мягкими игрушками. И спать тоже она идет с вот этой игрушкой. Эту игрушку Азифрашки подарила Саша сестренка на день рождения. С ней она любит. Вот. Взяла барашку. Барашка у нас не было. Вообще редко я вижу барашек. И мешку. И это, что касается игрушек. Хлеб. Я думаю, что как хлебом пахнет. Ой, мои очки. Что у меня там? Вы игрушки сами по себе двигаете. В этих очечек я была сегодня. Ооо, под цвет моего пакета. Какая я стильная. Ха-ха. Ха-ха. Придуриваться. Идем дальше. Так. Взяла Асанчику. Ага. Вот за это я смогу сказать цену. 55 лир стоит это. Вот такая вот джакеточка. Темно-синего цвета. Но она там почему-то кажется черного, да? Темно-синяя. Классический цвет, который под все подходит. Но если бы не было капюшона, я была бы вообще рада. Я не люблю капюшоны. Ни на своей одежде, ни на детской я капюшоны не люблю. Почему? Потому что зачастую они вообще абсолютно ненужные вещи. Мы их редко одеваем на голову. Они бывают или огромные, или маленькие. Вот этот, скорее всего, будет маленький. Но я капюшон на него натягивать все равно не собираюсь. Мне просто нужна была чистая жакеточка. Размер я взяла на три года. Потому что на два была совсем манюсенькая какая-то. Ну я сказала, да? 55 лир это где-то 550 рублей. Ну недорого, потому что она не тонюсенькая. Это я так и не поменяла. Это посчитала. Пусть останутся. Хоть через два года будет носить. Не через два, конечно. Я надеюсь, в следующем году они будут ему как раз. Пусть останутся. Колгутки нашла за 5 лир, девочки. 5 лир, 50 рублей. Они изначально стоили 10. Они не такие плотные. Сейчас начнется прохладная погода. Вот носить как раз. Но практически не тянутся. Как раз на худые ножки моей зихры. На более чуть-чуть пухлую девочку не подойдет. Вот такой вот комбинезончик. Это пижама. Асланчики выросли всех в пижаме, естественно. А зихрашки они подходят. Прошлогодние. Которые они в прошлом году носили. Которые еще не вышел цвет и так далее. Зихрашки я оставлю донашивать. А Асланчику купила вот эту пижаму за 35 лир. По-моему, еще одну взяла. Я не помню. Не знаю. Или не взяла еще одну. Помидор в пакетах упал. Здесь больше ничего нет. Вот такой бодик. Кому подойдет, тому подойдет. Он оказался со скидкой всего 5 лир. Я не знаю почему. Потому что такие же других цветов стоили по 16 лир. Изначальная цена здесь 16, а этот именно за 5 лир. Я думала, может, на один в размерном ряду нет. Там были еще и почему-то 5 лир именно этот цвет. Такс. Вот такая вот кофточка. Как раз после футболок носить. Это Асланчику. Я вообще очень люблю вот эту марку Hello Baby. У них очень хорошие вещи. Носи, стирай, одевай, одевай, одевай. 17 лир эта кофточка. Там еще была белая. Хотела здесь белую тоже. Но вспомнила, что белых у нас еще две или три кофточки из простеньких. Вот такие вот бодики. Еще один, по-моему, был. У продавец вообще непонятно, как что разложил здесь. Да, вот я же помню, что три штуки их было. Вот такие бодики. Три разных цвета только нашла. Это Асланчику. Качество очень хорошее. Были там подешевле. Эти у нас по 14 лир. Были подешевле тоже по 7 или по 8 лир. Но качество было такое, знаете, на 3-4 стирки. Эти мне понравились. Тем, что качество хорошее. Так. И вот такой цвет. Еще раз повторюсь, у нас 14 лир. Все крашки вот такую вот маечку взяла. У нее куча бодиков белых, которые остались с прошлого года. Они ей сейчас будут как раз. Ей пока ничего нового не купила из бодиков. Ну, если нужно будет, значит, я потом приобрету. 6,50 всего лишь вот этот бодик. Вот такие вот цены у нас. Что еще? Вроде все. А, нет. Вот эти вот две пижамки теплые я взяла заранее. Очень люблю, чтобы у меня все было заранее. Я человек про запас. Асланчику взяла на 2 года. Зефрашки взяла на 1 год. Вот. Но здесь небольшая разница в росте. Видите? Да, практически никакой разницы нет. Маленькая разница совсем. В рукавах более-менее разница. Но тоже нет. Небольшая разница между годом и между двумя. Я взяла Зефрашки годик, потому что все-таки она у меня поменьше, чем Асланчик. Если не подойдет, можно поменять. Цена. Зефрашки стоит 60 лир. Асланчика, по-моему, подороже. Асланчика 80 лир. В 20 лир разница. Тоже марка Hello Baby. Это пижамочки такие на зиму. Помните, в прошлом году у нас были такие толстенькие синие и желтые в населении? Синий может еще Зефрашку сможет одевать, а желтенькие уже маленькие будут. Вот такие вот пижамочки. Взяла вот такие топульки. Им очень удобно. Вот сейчас после босоножек... Ну вот, нафига мне вот это. Это я же смогу убрать, что я не учусь. После босоножек сейчас самое то будет носить. То есть я взяла Иефрашки и Асланчику их. Они вообще не дорогие, но не слишком хлипкие и не слишком твердые. Такие прям вот что надо. И такие же взяла Асланчику тоже. Ну, Асланчику, конечно же, синий. Он же все-таки мальчик у меня. Темно-синий. Я хочу вот такого же цвета хорошие туфельки Асланчику найти, но не нашла. В том торговом центре, в котором я сегодня была, там вообще что-то найти. Честно сказать, нереально. Это единственный вот магазин Абиби, в котором я что-то смогла купить. И вот этот вот в другом детском магазине. И самый-самый простой горшок. Потому что они спорят из-за этого горшка. Они спорят, если Асланчик сядет, а сам начинает ее оттуда стягивать. Хотя ему там делать нечего на горшке. Он не собирается садиться на горшок. Но он начинает стягивать. Он вообще ужасный ревнивец. У меня одно время у него это прошло. А сейчас опять возобновляется. Надеюсь, что снова пройдет. Вот такие вот у нас покупки. Вроде практически я ничего не купила. Но 600 лир я потратила в двух магазинах. Да, в двух магазинах. 600 лир потратила. Еще такси туда-обратно. Еще села-перекусила. Ну, короче, 700 лир у меня ушло. Вот нефиг делать. 7000 рублей ты тратишь. Вот так вот, короче, мои хорошие. Ладно. Пойду я. Мне нужно что-нибудь деткам приготовить. Сейчас уже половина четвертого. Да, ну. Проголодалась, мои хорошие. Вайкики тоже я ничего не купила. Вообще, в последнее время для меня, походу, по магазинам просто вот безрезультатно. Мне проще в интернете что-то купить. Проголодалась, зашла в Burger King. Давно я не заходила. В последний раз, по-моему, с Зулечкой мы были. А, нет, с папой были. С мужем. Я уж по привычке его называю папа. Здесь такая панорама хорошая, но вам особо хорошо не видно. Вы даже не поверьте, я взяла себе колу. Но, естественно, это не кола, это пепси. Колу почему-то называют его, говорят, кола. Видом колы продают пепси. Мне пепси даже нравится больше. Я пью такую гадость. Очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень редко. Одно время, когда я только заперевенела, у меня была прям такая страсть. Я где-то пару недель пыталась вот этими бугерами и пила вот этот вот напиток. Потом я себя взяла вот так вот в руку и сказала, так, тебе это не надо. Ну, сейчас что-то захотелось. Перекушу и на такси домой. Я здесь особо долго не ходила. Знаете, для тех, кто живет в Измере, кто собирается приехать в Измере, переехать, говорю, этот торговой центр вообще ни о чем. Сюда идти вообще не стоит. Если вы просто хотите рубить свое время, то да. Вот детский магазин, я вижу, единственный, который мне понравился. Хороший ассортимент. Вот и так здесь в магазинах остатки того, что не продалось в других магазинах. Я раньше не обращала на это внимание. Пару здесь была. И сейчас пришла сюда в Бойнер по рекомендации, что здесь Бойнер лучше, чем тот, который я хотела пойти. Но здесь он вообще ни о чем. И детского товара здесь вообще нет. Вот, ладно, приступаю к трактузу. Всем приятного аппетита и себя тоже за столом.